МИД Армении и Ирана договорились продолжать регулярные консультации для расширения двухсторонних отношений. Иран готов максимально расширить отношения с Арменией во всех сферах, представляющие интерес для обеих стран. Об этом министр иностранных дел Ирана Сеет Аббас Аракчи заявил в ходе телефонного разговора со своим армянским коллегой Арратом Мирзояном. Как сообщил глава МИД Ирана в своей социальной сети, во время беседы армянский министр отметил важность продолжения консультаций между Ереваном и Тегераном по поводу региональных событий. Мирзоян пригласил своего иранского коллегу посетить Армению. Стороны договорились продолжать регулярные консультации для развития двухсторонних отношений и координации действий по региональным вопросам. Спикеры парламента Армении и Венгрии затронули тему мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Находящийся в Венгрии с официальным визитом делегация во главе со спикером Национального собрания Армении Аленом Симуняном посетила венгерский парламент и провела встречу с делегацией Национального собрания Венгрии во главе со спикером Национального собрания страны Ласта Кёвером. Ласта Кёвер поблагодарил Алена Симуняна за официальный визит и отметил, что подобные встречи являются большим импульсом для развития отношений между двумя странами. Ален Симунян поблагодарил венгерского коллегу за теплый прием и пригласил его в Армению с официальным визитом. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов межпарламентского сотрудничества, двухсторонних отношений и региональных исследований. Была также затронута тема мирного договора между Арменией и Азербайджаном и вопрос удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Ален Симунян также сделал запись в книге почетных гостей венгерского парламента. Граждане Армении смогут ездить в Казахстан по ID-картам Граждане Армении получат возможность посещать Казахстан по ID-картам. Об этом говорится в проекте соглашения между правительствами Республики Армения и Республики Казахстан о поездках и порядке пребывания граждан, которые сегодня представил на заседании парламента Армении замглавы МИД Манадсакан Сафариан. Соглашение, подписанное 15 апреля 2024 года, заменит предыдущее, действовавшее с 2006 года. Теперь граждане Армении смогут ездить в Казахстан, а граждане Казахстана в Армению не только по паспортам, но и по ID-картам. Это позволит находиться на территории принимающей страны до 90 дней без обязательной регистрации. Переговоры о внедрении подобного режима, а окончательная договоренность была достигнута после официального визита президента Казахстана Касым Жамар Татакаева в Армению в апреле 2024 года. Отметим, что для граждан Армении уже действует аналогичный режим въезда по ID-картам в Грузию. Ранее Министерство диаспоры Армении сообщало, что в Казахстане по официальным данным проживает около 25 тысяч армян, а по неофициальным оценкам до 60 тысяч. Посол Армении в США провела встречу с сенатором США. Посол Республики Армения в США Лилит Макунц встретилась с сенатором США Роджером Уикером. Отмечается, что собеседники обсудили визит делегации Хельсинской комиссии США во главе с сенатором в Армению в июле 2024 года, а также последние региональные события. Лилит Макунц представила сенатору Уикеру текущую ситуацию в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны подчеркнули важность дальнейшего развития двухсторонних отношений Армения-США и углубленное сотрудничество. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч!